Девушки отдыхают Что за жировые ловушки такие? Жировые ловушки не зависят от общего веса и могут быть даже у стройных и даже худых девушек. Такими проблемными местами у женщин становится область над коленями и бедра. Ну, Коко Шанель, например, знаменитая женщина, которая понимала толк в красоте, считала, что женские коленки – это самая некрасивая часть тела, поэтому предлагала прикрывать их юбкой. Капочки подлиннее. Очень мудро, но она просто не знала нашего комплекса упражнений. Жаль, не дожила. Выполняя этот комплекс ежедневно, уже в конце первой недели вы увидите реальный результат в зеркале, а в конце второй сможете одеть короткую юбку. Мне очень нравится этот комплекс упражнений, потому что делать его можно лёжа. Проснулась с утра, подумала, что-то коленки какие-то не те. Взяла, сделала 15 минут, одела короткую юбку. Либо лежишь на диване, сейчас взяла, подняла ноги, как мы с Надей и начала делать упражнения. Поднимем ноги? Поднимем ноги. Наша тренировка будет состоять из трёх этапов. Мы будем прорабатывать переднюю часть бедра, заднюю и внутреннюю. Таким образом проработаем всю ногу и сделаем полностью всю ножку рельефной. И, соответственно, ещё и наши мешочки над коленками тоже уйдут. Готово? Да. Первое наше упражнение. Руки вдоль туловища. Обе ноги поднимаем наверх. И это упражнение хорошо ещё тем, что работает что, Надя? Пресс! Совершенно верно. Это всё знают. Это не помешает никому. Мы хорошо оттягиваем носки от себя. Да. И в этом комплексе очень важно почувствовать, как наши мышцы очень сильно напрягаются. То есть нам нужно коленки не держать чуть-чуть согнутыми, а выпрямить, насколько это возможно, и оттянуть носки. В этом упражнении вы должны хорошо чувствовать, как работает передняя поверхность бедра. И за счёт того, что носочки оттянуты, у нас активно прорабатываются мышцы голени. Голень будет рельефная. Чувствуешь, как мышцы вот здесь над коленками напрягаются? Давно! Хорошо. Продолжая оттягивать носок от себя, напрягая хорошо мышцы ног, мы сгибаем ногу в колени, оставляя коленки вместе, как будто бы мячик зажимаем между ногами, и возвращаем обратно, хорошо выпрямляя ноги полностью. Сгибаем другую ногу и сильно-сильно выпрямляем ногу. Должно быть прям такое внутреннее небольшое дрожание. И чем характерно это упражнение? Вы сразу почувствуете внутренний жар. Если вы правильно напрягаетесь, всё время держите мышцы в тонусе, то внутренний жар, это как проверочка такая. Выполняем это упражнение 20 раз. Получится по 10 каждой ногой. Есть. И здесь акцент именно на то, что вы выпрямляете, зажали ноги. Выпрямили, зажали, напрягли. Выпрямили, зажали. Первое упражнение. Есть. Следующее упражнение у нас направлено на проработку задней поверхности бедра. И здесь всё дело в том, на что мы направляем наши мысли. Мысли тоже имеют значение? Конечно. В тренировке вообще что думаешь, что не работает. Поднимаем ноги обратно. Натягиваем носки хорошо-хорошо на себя. Не забываем про то, что мы напрягаем переднюю часть. И сейчас мы начинаем думать про заднюю часть ног. Мы аккуратно сгибаем ногу точно так же в колени. Да ты что? Да, а можешь даже положить себе руки на попу. Пятку на пол не ставим, коленки у нас же согнуты. И хорошо пытаемся пяткой дотянуться до ягодицы. Чувствуешь? И ягодица напрягается, и вот вся задняя часть. Конечно. Выпрямляем, натягиваем носки на себя. Снова. Хорошо пытаемся пяткой дотянуться и коснуться ягодицы. Действительно, мышцы, если они там всё-таки есть, то ощущается, как они работают. Сокращаются и растягиваются. То есть мы продолжаем работать над передней частью. Продолжаем укреплять наш пресс. И ещё и задействуем заднюю часть. Почему на самом деле очень важно прорабатывать и переднюю, и заднюю часть ноги, хотя кажется, нам нужен всего лишь навсего кусочек над коленом. Потому что если у нас будут вот здесь передние мышцы наши сильные, то ножка станет уже. Да? Да, она вот сюда подтянется. Если мы хорошо проработаем заднюю поверхность бедра, то у нас ножки в эту сторону тоже немножко утянутся. И вот эта вот часть, она пропадёт. А если так случилось, что до этого момента мышцы не очень были развиты? Ну вот, например, женщина вообще никогда ничем не занималась. Этот комплекс подойдёт идеально. Потому что здесь наконец-то поймёшь мышцы, где они находятся, как они вообще напрягаются. И за счёт того, что это упражнение ни приседания, ни какие-то интенсивные махи, крепатуры не будет. Будет чувствоваться просто на следующий день. Мышцы есть. Ой, прекрасное ощущение. В этом комплексе нету противопоказаний. А кроме того, этот комплекс упражнений полезен для тех, у кого есть отёчность в ногах, либо варикоз. Слушай, ну это точно. Вот я почувствовала, сегодня ходила на каблуках, что просто как будто... Холодок такой, да, прям пошёл. Да. Продолжим? Да. Третье упражнение. Самое главное упражнение, самое красивое. Трейси Андерсон на выдумку хитра. Ставим правую ножку сверху, и мы будем хорошо давить левой ногой снизу, правой ногой сверху, и при этом оставаться на месте. Кажется, что мы просто ничего не делаем. На самом деле у нас активно работает задняя поверхность правой ноги, передняя поверхность левой ноги. И в этом положении мы стараемся хорошо выкрутить колени наружу. Вот так, наружу. Разворачиваем, ещё больше задействуем ягодицы. И давим одной стопой на другую, и сгибаем ножки, всё так же сопротивляясь. Одна другая нога всё время работает. Мы как бы сами себе устраиваем такой домашний тренажёрчик без тренажёрчика. Сопротивляешься, Надь? Ещё как! Ну, то есть мы не просто сгибаем-разгибаем, да? А хотелось. Мы прям чувствуем, как давит нижняя нога на верхнюю, и наоборот. Выполняем 10 раз таких. Затем оставляем ноги сверху, меняем ноги местами. И ещё 10 раз с другой ногой сверху. Слушай, ну вообще, такие интересные упражнения. И мне очень нравится, что нужно всё время сосредотачиваться на упражнениях. И это значит, что во время этого комплекса не будешь думать ни о чём плохом. И это самый большой плюс. Главное делать это регулярно. И ваши ножки будут стройными всегда. Привет, Ютьюб! Хочешь отличную фигуру? Тогда подписывайся на наш канал, и мы будем заниматься с тобой вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok